Ну чё, ребятки, продолжаем Джоджо, 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 и ещё больше Джоджо. Вторая часть, Golden Wind, остановились мы на этой барышне. Погнали, блин! Не купив, бедолаги, три штруселей с чулками, пацанам приходит сообщение от босса, которому по ходу квеструмы оформлять надо, ибо он говорит им, что, короче, пацаны, газуйте ко мне, я вам там безопасный транспорт дам, короче, но транспорт находится в одном городе, а ключ к нему в другом. Вот адреса, удачи. Ну и ребятам приходится разделиться. Бруно, Стриж, Мисты и Наранчи едут на вокзал, а Джорно, Собакио и Фуго отправляются за ключом. Там-то их и подлавливает второй член маньяков, Иллюзо. Пожалуй, самый неинтересный и нераскрытый из них. Ведь... На самом деле это факт, он действительно, честно, ощущается каким-то, знаете, просто говнюком, не более. Даже в тех флэшбэках, которые нам показывали про прошлое банды убийц, а также в их разговорах, ты можешь примерно построить у себя в голове, то, как они друг к другу относятся, и насколько кто из них влиятельен. Ну, типа, Фармаджи это маленький выебистый хер, над которым все рофлят, Пеши, не выебистый хер, над которым все рофлят, Милона, ебанав, который на своей волне, да к нему никто и не суется, а Гьячу, Прошутто и Ризотто, местные доминаторы. Но, что... Это ебут всех. Что же можно сказать про Иллюзу? А нихуя. Мало того, что он и как личность особо ничем не выделяется, так еще и обладает стоковой внешностью индейца из третьей части Джорджа. Козе, у меня такое ощущение было, что ему как минимум раз в 10 уже в прошлых сезонах пизды давали. Способность же у него весьма им... Косички еще, ну, точнее, хвостики. А, да ничего, тебе потом появится, как говорится, это еще один последователь, только у него будут охуенные зеленые косички, ну, либо не зеленые, в зависимости от цвета кавора. И будут звать его в честь зводей Человека-паука. Заебись. Бува, ибо он может затащить кого угодно в зеркальный мир, где сам находится... Что? А кого ты думаешь, Сэнбур, что ли? Да. А, как же рай! Минимум раз в 10 уже в прошлых сезонах пизды давали. Способность же у него весьма имбовая, ибо он может затащить кого угодно в зеркальный мир, где сам находится, если поблизости от врага будет, собственно, зеркало. Но при этом затащить он может чисто Челека, аутент оставить. В целом тут все и строится на том, что Илюза старается выцепить пацанов поодиночке и просто... Тут своя жижа идет, да я знаю, что своя жижа идет. ...кого угодно в зеркальный мир, где сам находится, если поблизости от врага будет, собственно, зеркало. Но при этом затащить он может чисто Челека, аутент оставить. В целом тут все и строится на том, что Илюза старается выцепить пацанов поодиночке и просто забить их в своем этом измерении стендом, где те, по сути, ничего им сделать не могут. Бойто должен раскрывать нам персонажа Фуга, но по факту больше раскрывает Абакио, ибо все, что мы узнали здесь о Фуге, это то, что тот психически неуравновешенный и склонен впадать в приступы ярости. А его стенд... Но можно понять, что все это в основном справедливо, потому что жизнь им обошлась прям таки пиздец, как жестко, прям очень. ...тенд, который представляет из себя стрёмного слюнявого уебана, лишь это подчеркивает. Предыстория же Фуга рассказывает нам о том, что он был зажатым ребенком богатых, но строгих родителей. Он обладал неплохим ICQ, из-за чего в маленьком возрасте уже попал в уник, где забил учебником местного учителя и руку, если вы понимаете, о чем я. Народу... Мы еще увидимся? От тюрьмы родители его отмазали, но из дома выгнали, а уже после этого паренька встретил Бруно. И, пожалуй, в случае с Фуга больше всего непонятно, к чему вся эта предыстория. Дело в том, что фишка с нервными срывами, кроме мелких комедийных моментов, вообще больше нигде не всплывает. И, в принципе, и не будет. И особые роли... Ну, скажу так... Через эти нервные срывы, да, они не так часто появляются, но по факту они за это. Все заключено в его стенде с этой безумной яростью, которую он не контролирует. Что он... То он, блин, чистюля, который, это... Спокойный такой относительный, пытается быть, знаете, спокойным, но неуклюжим. Но при всем при этом в нем очень много этой самой ярости. Потому что, черт подери... Это в сюжетных моментах не сыграет. Можно, конечно, задаться вопросом. Если основополагающая черта личности Фуга не играет особой роли, то за счет чего раскрывается этот персонаж? Что ж, поздравляю, вы открыли категорию Абдулы за 200. Так точно, данный персонаж, как и Смуки, Мо, Ахуяси, Леггинс и Миссия, является каноничным Абдулом, чья роль появится на несколько сцен, повертеть на пальцы водичку, а потом съебать куда подальше. Худит мнение, что Фуга вывели из сюжета из-за того, что его стенд чересчур мощный. Здесь это в полной мере не раскрывается. Но нет, на самом деле его вывели, потому что Араки был в депрессии, он не хотел это, как сказать, делать Фуга предателем, поэтому он вывел его куда мягче. Ибо стенд не может попасть в зазеркалье, но это весьма-таки имбалансная штука, ибо распыляет вокруг себя стрёмный вирус, который за несколько минут убивает жертву, заставляя её тело заживо разлагаться. Притом, попав под его воздействие, уже ничего сделать нельзя, ибо даже сам Фуга никак не может обратить процесс спять. Потенциально это просто ваншот машины, и даже здесь, несмотря на то, что сам Фуга оказался заперт и отрезан от своего станда, именно благодаря нему уже Джорно удается одержать победу, спровоцировав иллюза затащить себя в зазеркалье, предварительно заразившись этим самым вирусом, и следовательно заразив потом им иллюзов. Что ж, обидно, обидно. Жаль, конечно, что в своем дебютном бою Фуга так и не сумел толком подраться, и больше выступал как сторонний наблюдатель инструмент для победы Джорно Собакио, но, полагаю, в следующих своих битвах он покажет, насколько мощен его стенд при прямом столкновении. Где-нибудь за кадром, ведь больше никаких битв с участием Фуга не будет. Что ж, ну ничего, бывает. Так вот, ходит мнение, что именно из-за имбалансности стенда Фуга, Араки решил вывести того из сюжета. Лично я считаю, что в этом есть доля правды, но, как по мне, здесь перепутаны причины и следствия. Мне кажется, что именно из-за того, что Араки знал, что Фуга съебет из сюжета, он и наделил его таким мощным стандом, ибо он заранее знал, что ебаться с ним ему не придется. К слову, о том, как... Я не знаю, насколько правдиво, но, по-моему, это все-таки он в интервью, я все-таки еще раз перечитаю, потом посмотрю, что правда, в период этой депрессии он действительно не хотел, вот, знаете, слишком там распыляться с убийствами персонажа, не хотел, вот, убивать Фуга, делать его предателем, то есть таким говнюком, и в итоге вот так вот мягенько его вывел. Как выжил Джорно, заразив себя этим вирусом. Способность Джорны Джованны заключается в том, что он может превращать разного рода предметы в живых существ и наоборот. Ну, он, короче, создал змею из кирпича, который валялся в облаке с этим вирусом, и, типа, раз змея появилась в среде, наполненной вирусом, то у нее автоматически образовался к нему иммунитет, и уже из нее он и нацедил себе антител. Ну, неплохо. Впрочем, несмотря на то, что в этой схватке отчасти раскрываются сразу два персонажа, Фуга и Абакио, я все равно считаю его самым слабым из всех заруб с гильдии убийц, а потому могу поставить его только... Не, ну, понятно, что справедливо, он действительно такой, знаете... Не, ни рыба, ни мясо. ...на девятое место. Куда интереснее то, что происходит... Очень жидкое мясо, о! ...уже на вокзале, когда Джорно, Сабакио и Фуга приносят ключ Бучелати. За ними по следу уже идут прошутто Спеши, и, как выясняется, секретным транспортом была черепашка. А точнее, черепашка по имени Кокуджамба с ее личным стендом Мистер Президент. Вы можете задаться вопросом, неужели стенд черепашки это ее личный смоукимо? Однако, нет, это специальное пространство внутри ее... Нет, просто отсылка на одну очень, очень замемевшуюся песню нулевых, которую я все еще люблю. Я-я-я-я, Кокуджамбу, я-я-я-ей. Мама рассказывала, что в дискотеках какую-то песню танцевали. О, под эту песню в нулевых девяностых танцевали только так, но... Это, как сказать... Мой, мой, может быть. О, как ты, слушай, блядь, я говорю, в эту песню только включаешь первые ноты, все. Это сразу вызывает какое-то, знаешь, общее чувство, как говорится, наслаждение. Панциря, где могут укрыться сразу несколько человек, а также есть холодильник с напитками, фрукты, там, стол, диванчик, мебель. И вылезали телек. Я не знаю, нахера Давиды вылезали телек, по которому... Хотя, отчасти я могу понять, почему. Потому что какого хуя по итальянскому телеку идет капитан Субаса? Вот я не понял, я порой удивляюсь Араке, что он засунул некоторые вещи, типа... С нифига, типа, откуда, блядь, по итальянскому телеку будут показывать капитана Субасу? Или что, он там словил японские каналы, или что, там какое-то время аниме? Хотя, хуй знает, я просто не знаю, насколько в Италии занимались дистрибьюции аниме. И показывали там как раз такие вот подобные произведения. В переводе с субтитрами хер знает. Вообще, заебись, короче, по красоте живем. Активация же станда происходит с помощью ключа, который нашли Джорнос, Фуго и Абакио. Собственно, спрятавшись в черепашке, предварительно занесят у на поезд герой и планируют спокойно добраться до босса. Однако, в этот момент им мешает весьма интересный стенд прошута. Его способ... Честно скажу так. Одна, блядь, из лучших битв. Тупо, блядь, вся арка на поезде, это ёбаный аху. Это... Вы знаете, для меня вот... Одна из... Что у меня среди битв любимая? Битва с Ризотто Неро? На что так же могу выделить? Битва с Гьячо? И, сука, арка с поездом. Просто ебейший аху. Это настолько напряжённо, настолько великолепно прописано, настолько... Когда-нибудь я перестану называть Гаучу Гьяча, мир злобкица. Так же я перестану... Доставь ты бедного мексиканца в покое. Дай Гонзалесу, блядь, дай... А, не, он не доехал уж, по-моему, этот, блядь. Я не помню, кто его убил. Родогейн, по-моему, да. Родогейн. Да, Родогейн убил Гачу. Родогейн убил Гачу. Мир... Добро пожаловать в мир настоящих мужчин. Я убью Гачу. Такой скидывает себя, блядь, в комбойских трусах, такой, блядь. Время отматывает, я из очежен. Я убью мир настоящих мужчин. Что за хуйня? ...провоцирует у всех вокруг преждевременное стремительное старение. С той лишь оговоркой, что старение происходит тем быстрее, чем больше температура тела у существа. Стенд Пеши же, это специальная удочка, которая проходит сквозь твёрдые объекты, и которые он виртуозно управляет. И в этой битве, с одной стороны, не так много динамики. Почти всю первую половину герои пытаются понять, что происходит, а Прошута с Пеши пытаются, в свою очередь, их найти. Потом они побыреку сливают миску. Кстати, прикол в том, что в манге до появления Прошута в виде старика, чтобы замаскироваться, там показывали его в тени. То есть, я заметил, реально, тут уже получается второй персонаж, которого в аниме показали нормально ещё до его основного появления. То есть, там Араки рисовал, как чёрный силуэт, то есть, такие тёмные силуэты, чей вид мы не знаем. И скажу так, это не особо играет роль, если честно. Мисту, когда того подлавливает Прошута, а затем уже Бруно в одиночку дерётся сначала с Прошута, а потом с Пеши. Но, несмотря на всё это, этот бой один из моих любимых, и я бы смело мог поставить его на третье место. Именно из-за персонажей антагонистов. Прошута с Пеши получились не только чертовски харизматичными, но ещё и весьма интересными в плане взаимодействия. Пеши – это нерешительный, стрёмный новичок-дурачок с кабачком вместо головы, что уже прикольная характеристика для антагониста убийцы. А Прошута, напротив, жёсткий, прагматичный и самоуверенный ветеран. Прошута хоть и жёстко общается с Пешей, готов его отпитить, но при этом верит в него и мотивирует действовать. А Пеши, в свою очередь, искренне восхищается Прошута и берёт с него пример. В какой-то момент их роли меняется, когда, казалось бы, мега-мощный Прошута терпит поражение и уже при смерти из последних сил продолжает работу своего станда, дабы дать Пеши шанс на победу. А Пеши, в свою очередь, поняв, что его братан уже не желез и что он теперь должен рассчитывать только на себя, дабы не посрамить... Вперёд и просто, блядь, превращаются, ну, как-то сказать... Вращаются в такую своеобразную машину. Потому что, реально, там он меня прям удивил. При первом прочтении я прям так аж офигел с этой трансформацией. Его ожидания преисполняются уверенности и становятся весьма грозным соперником. В итоге, тут, по сути, происходит не столько боеспособностей, сколько столкновения характеров. И именно с этих эпизодов ты начинаешь воспринимать банду убийц как полноценных личностей. Это был тот случай, когда я, несмотря на симпатию главным героям, эмоционально всё же болел за злодеев, насколько они мне понравились. Да и дальше всё идёт охуенно. Победив Пеши и съебавшись с поезда, герои продолжают свой путь, а по их следу идёт Мелоны. Ну, Мелоны это... Мелоны, блядь. Скажу так. Мерзость, как говорится, вызывает, но по-своему, как сказать, интересный хрен. То есть, и вот эта вот одержимость, но в то же время забота, меня прям, знаете, вызывали действительно диссонанс. Просто рофельный челик, ебанутый учёный-извращенец, чьей способностью является скрещивание на своём переносном компуктере разных ДНК и создание ебанутых младенцев, которые потом вырастают в ещё более стрёмную хуйню. Очень прикольный чел, жаль, что отъехал от очередной ебаной змей Джорно в шестое место. Сразу после него, опять же, Джорно и Миста встречаются с Гьяча. Я хз, в чём прикол, но на стримах мне почему-то говорили, что мы каким-то образом похожи. Простите? Да не, вообще не похожи. Хотя... есть немножко. Лично я никакого сходства не вижу. Но чел тоже рофельный. Не-не, знаете, я с Боночи похож на самом деле. Потому что когда у Велота случается, как говорится, разрыв в жопу, он начинает орать. Вот в этом плане он с Гьяча похож, когда просто вроде сначала показывает, рассказывает про тему, а потом внезапно начинает ультовать, блядь, что это за хуйня? Орёт постоянно, видит всё, одевается в какой-то стрёмный прикид с ушками. Это у него фраза была любимая. У кого? У Милона. У него была фраза-то его... А, Димольто. Ездит на коньках, умеет всё замораживать. Пожалуй, самый необычный пример того, как можно реализовать способность по заморозке. Ибо когда ты смотришь каких-нибудь Иксменов, ты видишь, что там, короче, ну чел по ледяной дорожке катается, в снежки там кидает. И такой думаешь, бля, бля, сос нахуй. А, тут из-за него ебало рвутся, конечности отрываются. В общем, отличный пример того, насколько мышление Араки отличается от мышления других авторов. Да и сам чел... Как говорится, если это лед, причем быстрая заморозка, то это нихуя не типа, быстрая дорожка, крутой персонаж. Нет, это порой, блядь, факт того, что вам оторвало от обморожения руку. Чел просто гиперхаризматичный, хоть и как личность особо не раскрывается. Но орёт классно. Опять болел за него, хоть и знал, что он сдохнет. Также в этом бою нам немного раскрывается Миста. Мисту слегка сложно описать как персонажа. Если пытаться это сделать, то на ум приходит такое определение, как ненапряжный кайфовый тип. Он человый, не без юмора. У него самый прикольный стенд, который представляет из себя рофельных челепиздриков, которые направляют его пули, когда он стреляет из-за револьвера. Сама его предыстория также посвящена тому, что он человый пот, с которой на мана так жил, ходил летом в шапке, гопал лохов, ебал телок. Один раз увидел, как телку насилует, а потом пошел и мочканул, сразу трех человек, за что его и посадили. У него нет прям каких-то жестких заебов, кроме того, что он боится четверки, но при этом он ощущается самым живым из всей банды Бучилати. К тому же это единственный персонаж, который становится прям-таки настоящим другом для Джорно и который с ним сближается. Остальные все же до самого конца больше были преданы именно что Бучилати. В общем, про Мисту сложно много чего сказать, но эмоции он вызывает очень положительные. О, блять, ты сейчас уже как сноуборд тело-то была пипичная. Это не было, победив почти всех убийц и наконец довезя Триш на место встречи, происходит поворотный момент в истории. Босс дает задание Бучилати привести ему Триш, в то время как все остальные должны оставаться вдалеке. Тут уже чувствуется вот это вот напряжение, когда Бучилати слегка так колеблется, ведь именно здесь он должен предпринять попытку подобраться к боссу. При этом он и сам рискует, и что еще важнее рискует своими ребятами, которые вообще не в курсе за происходящее и думают, что они все так же преданы организации. Ну а Джорно по-прежнему сверлит Бучилати тяжелым взглядом. В итоге Бруно решается, однако в момент передачи Триш боссу он понимает, что тот собирается ее ебнуть, дабы избавиться от любых следов своей истинной личности. После этого Бруно уже готов на открытую конфронтацию, и вступает в схватку с боссом, дабы спасти девушку. Ну и тут я... Блядь, какой стрёмный же он в жизни, боже. Блядь. Кинг Кримзон, блядь. Лучше, блядь, понимаете, лучше Кинг Кримзон, это буквально с обложки Кинг Кримзон, блядь. 21st century Shizoid Man, блядь. А это ж, это хуйня страшная, блядь. Какая страшная, он смешной. Сам ты страшный, смотри смешно как. Че это, блядь, за этот... Че это за Волан-де-Мор для бедных? Смешно. Вообще, я вообще не буду что сказать, я человек скромный, а потому, как услышал про всю эту залупу с перемоткой и стиранием времени, решил, что даже стараться не буду понять, как оно работает. Как по мне, такую способность... Да. Если Кинг Кримзон стирает время вперёд, а Родогейнов матывает его назад, че будет, если не столкнулся? Блядь, разрыв жопы. Не, ну просто по факту. Я сам, вот, кстати, сам, я никогда не задумывался об этом, а что, если Родогейн одновременно включит перемотку времени, а этот включит одновременно промотку времени. Че, по-моему, у них разница по времени одинаковая, то есть они примерно столько же перематывают времени. Блядь, это... Я не знаю, это да? Ага, давай еще скажем, что будет, если Дио одновременно с этим установит время. А, кстати говоря, технически это возможно. Не, ну, кстати, смотри, по факту, я думаю, в отношении такого перевеса всё-таки Дио будет сильнее просто потому, что, как сказать, тут именно как, то есть он создаёт пузырь, который замораживает всё, что происходит вокруг. То есть вот этот временной пузырь. А как работают остальные в этом пузырь, я хуй... Блядь, короче, если задумываться о столкновении вот этих вот челиков, это пиздец. Я думаю, у Араки чердак потечёт, если он попытается смешать это всё. Да, вот он такой пуча со своим Made in Heaven. Девочки, я не опоздал. Чисто физически невозможно... Блядь, да почти все... Кира, Кира! Да ёб твою мать, всех, сука, замешали. Кира своим Made in Heaven с жопой. Да пиздец. Серьез пиписьки. Пиздец. Да ну, это страшно, блядь. Это лучше не мешать. Леально, такие вещи лучше не мешать. Такую способность чисто физически невозможно так продумать, чтобы в ней не было дыры странностей. И мне вот честно похуй. Это что? Для меня битвы с дьявола выглядят как смешная злая голова делает бум-бум. Бум-бум, собственно, прилетает Бруно в ебало, но тому-таки удается спасти Триш и вырваться к своим ребятам, а босс уходит под поле. С этого момента история делает разворот и герои начинают уже активно искать способ противостоять боссу. Джорно пытается воскресить Бруно, но выходит из этого нечто странное и Бучилати по сути превращается в живой труп. Ну а... Да, конечно, при первом прочтении вот когда читал я прям не понял как он нахуй его оживил. А к тому, что это по сути всё труп. Это... Это жесть. Ребятки узнают, что теперь они стали... Насколько зл... Голд Экспиренс сильный. Тебе понятно, почему у него Рекием имбассер. Да при чём Голд Экспиренс вообще здесь не виноват. Ты забыла? Это Бруно, блядь, сам себя по сути в воскресил. Потому что у него настолько была сильная решимость. Что он до последнего потянул свое тело умирающее. Ну а ребятки узнают, что теперь они стали предателями банды и сталкиваются с дилеммой. Остаться помогать Бучилате или дать по съёбам. Ну и единственное, кто выбирает второй вариант это Фуга. Что с одной стороны имеет смысл, ибо на ранчо дурачок, который даже не знает, что ему делать без Бруно и который ему всем сердцем предан, Миста особо вообще не парится и говорит, что да ебать, да мочканём этого босса-апсоса похую вообще. А Фуга единственный из них умный. Не считая Абакио, но тому просто нечего терять. Как бы сильный момент разъединения команды, наверное, просто напоминаю, что я, блять, любитель составлять охуенные таблицы по экранному времени в Джоджо. И в этой части я не стал себя изменять, а так что, вот, держите. Джорно Джованно! Десять. Столкновений, в двух из которых он был на подсосе. С одной стороны, ничего удивительного, а с другой стороны, я реально удивился. Я был уверен, что по моим ощущениям, что в этот раз у Джорно точно будет меньше экранного времени, чем у того же Миста. Не, хуй там. Столько мне Джорно казался фоновым персонажем. Но нет. У Броны же, который идет после него, всего лишь семь битв, в одной из которых он был на подсосе. Ну, тут у меня определение битв слегка натянутой, ибо я сюда занес еще и сюжетку со Скалипи. С другой стороны, там пацаны отпиздили камень, что, в принципе, тоже считается, наверное. Миста. Шесть битв, одна из которых на подсосе. Абакио. Три битвы. Наранчо. Две. Триш. Тоже две. Фуга. Одна битва на подсосе, где он просто посидел запертом в зеркале. Удивился ли я, что Фуга отвернулся от команды и ушел? Нет, потому что некий пользователь с ником Тоби2424 мне это проспойлерил. Но я удивился, что ушел. Как так можно, блять, а? Вот как жить-то дальше, когда тебе спойлерят все, а? Именно он, будучи самым нераскрытым персонажем. Я уже не совсем понимаю, может это Рофл, может Араке так понравился этот прикол с Абдуллом, что он решил каждый раз его еще жестче делать? Ну, блять, это конечно смешно, но что делать с теми, кому нравится Абдул, а? Кому по кайфу смотреть на загорелых мускулистых египетских мальчиков и на то, как он турется щекой о пах крикливого деда? Ни на что не намекаю, но почему-то вот теплоту во мне вызывает эта сцена. Я больше скажу, мне и Фуга понравился. Я в принципе симпатизирую такому типажу, по большей части спокойных, рассудительных и слегка отстраненных ребят, у которых есть парочка своих заебов. Я бы так-то и рад послушаться над тем, что Фуга съебал, мол, бля, я не ожидал, как-то, хотя, наверное, он и прав, он поступил логично, но я не могу, когда я нихуя не знаю о Фуга, кроме того, что он иногда, блять, склонен к приступам агрессии. Я не думаю, что Араки не понимает такую элементарную вещь, как то, что, чтобы эмоционально отреагировать на уход персонажа, надо хотя бы немного к этому персонажу привязаться, сложно, когда у тебя один, блядь, недоделанный полубой с ним и пара сцен, где он на кого-то орёт. Я думаю, это реально какой-то рофл. Смешно, мне понравилось. Я не сказал, что рофл. Как бы, просто мы, я не знаю точно, что происходило с Араки, потому что там, не особо там, чётко рассказывают, что с ним происходило в период пятой части, но, но, возможно, депрессия как-то, я не знаю, повлияла. Возможно, он вложил что-то от себя, может ещё, хотя, не знаю, вроде бы у него семья была понимающая, как бы, так что, я скажу так, я реально не знаю, всё-таки, что побудило его оставить, ну, в таком состоянии, нашего замечательного дырявого мальчика. Короче, ребята отправляются в Сардинию, ибо, по воспоминаниям, дришь босс родом оттуда. По пути на них нападают ещё раз, теперь уже телохранители босса. И, сначала я подумал, что этот бой будет такой себе после того накала, что был в предыдущих сериях. Ну, типа что, акулка, между ними? Э? Но, когда я увидел, кто стоит за этим нападением, Сквала и Титзан, пожалуй, самая горячая пара Италии. Настолько горячая, что я сейчас скажу нечто шокирующее. Те из вас, кто давно следит за моим творчеством и даже бывает на стримах, наверное, знают, как я отношусь к такой вещи, как открытая обувь. Открытая обувь, Это, наверное, самое мерзкое, что могло изобрести человечество Один вид этого дьявольского предмета гардероба способен довести меня до рвотных позывов Открытая обувь это мало того, что стрёмно по естественным причинам Ибо человеческая нога очень в редких случаях бывает эстетически привлекательной Зачастую это не... Тарантино с тобой, блять, не согласится Пропорционально грабли с кривыми пальцами То слишком длинными, то слишком короткими, то толстыми Нездорово мерзко выступающими костяшками, мозолями, натоптавшими Мерзотным сочетанием цветов, когда у тебя трупно-бледная кожа на основной части ноги Переходит в уебично-красную на пятки, блять Да и сама пятка может быть сплюснутой из-за ходьбы Да всё, всё, успокойся, блин, расслабься И это мы только о женской ноге А если она ещё и мужская, то это вообще пиздец Я даже не буду описывать, чтобы меня не стошнило Да и носит её из парней, либо пацаны с деревни, либо твой батя на рыбалке Вот вы, например, можете представить себе Егамил Лайта в открытой обуви? Нет? Вот и я о том же Давай вам сюда и то, что дизайн такой обуви, как правило, смехотворен, нелеп И вызывает чувство чего-то несовершенного, незаконченного, типа, да? Как бы вот открытые вот эти вот участки, ну говно, короче, да? Но в данном случае открытая обувь на этих двоих показалась мне чем-то прикольным Она смотрелась настолько гармонично по-пидорски, что как-то очень хорошо дополняла весь образ Это странно, но мне даже понравилось Пятое место Во время перелёта на героев также нападает ещё наториус биг стенд, который пробуждается у владельца, когда тот умирает Непонятно, как это должно работать, типа, чел, до этого умира уже или что? А я знаю В этой битве пробуждает свой собственный стенд Триш Сама схватка прикольная Честно, до сих пор не понимаю, с чего они решили всё-таки поменять дизайн стенда Вот пример того, когда всё-таки решили поменять дизайн стенда Именно добавив ей зелёные глазки Триш Да, потому что у Спайс Гёрл в манге до конца Не, ну, при первом появлении, да, у неё, по-моему, были всё-таки эти округлости Вот и окружности на её глазах, на её зрачках Хотя потом, в конце, у неё всё-таки глаза были стандартно вот этого вот полосатого типа Как у моей, бога, девчонки у неё такие же Типа того Очень милый, в смысле, наториус, бля, прикольный чел, я бы такого завёл Стенд Триш раздражает Ну, он миленький, на самом деле, кстати Ториси, 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 Ториси Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Также, оказавшись на Сардинии, нам начинать слегка... Я снимаю space girl, а она унаследовала дьявола, да? Ну, получается, что так, да. ...раскрывать личность босса, дьявола, превращая его из абстрактной и темной фигуры в полноценную личность со своей историей и характером. Ну, короче, отбывала как-то свой срок одна арестантка, а потом родила годовасика. Малого отдали на воспитание священнику, ну, тот рос-рос, а потом сошел с ума и всех перехуярил. Понимаю, очень драматичная, глубокая история, там еще вбрасывается шумол бабу эту на нарах никто не ебал, ибо мужиков там нет, а значит... В общем-то, сам дьявол не то чтобы какой-то прям гениальный персонаж. Из прикольного это то, что все свои богатства и власть он тратит на то, чтобы сидеть по-сачевски в углу, завернувшись в одеялку. Однако, интересным его делает раздвоение личности. Дело в том, что большую часть времени босс пребывает в лечении странновато-глуповатого паренька Допио, который ведет себя как эталонный лошок, разговаривает по воображаемому телефону и в целом создает впечатление такого вот блаженного. Не говорится напрямую, какая из личностей является первичной, хотя, как по мне, скорее всего это дьявола. В целом это логично, ибо будучи умным, ты можешь вообразить себя тупым, а будучи тупым, вообразить себя умным сложно. Это факт. Тем не менее, личности дьявола мы коснемся ближе к финалу, а пока пройдемся по остальным событиям. На Сардинии Допио сталкивается с Ризотто Неро, и этот бой я бы назвал вторым по охуенности во всем аниме. К этому моменту ты уже осознаешь Ризотто не просто как злобного челика, а как чувака, который на пути к цели лишился всех своих товарищей, отчего его конфликт с боссом перерастает из простой дележки власти. Уже реально в личное, потому что это пиздец. По факту он лишился всего. То есть все его братья по оружию, это все, они мертвы. Он один остался, блять, ему терять уже нахер нечего. Нечто личное и более глубокое. Что? Ризотно? Да. Глубокое. При этом сражаются два антагониста, оба из которых представляют немалый интерес. Пафосный угрожающий чел в костюме клоуна-уголовника, который умеет превращать кровь в металлические предметы. И ебанутый разоволосый мальчик, который видит отрывки будущего сквозь свою челку. И во время боя разговаривает по рандомным предметам со своей второй личностью, по совместительству же еще главным и самым опасным злодеем всего произведения. Доппио, я, мой красивый Доппио. Ты не забыли, что я, мой Кинг Кримзон, тут и с точки зрения персонажей все очень интересно, так и с точки зрения накала, ведь по сути, победив в этой битве, Ризотто бы досрочно выполнил мейн квест всего аниме, а победить он вполне себе мог, ибо Доппио лишь отчасти контролирует силы своего стенда Кинг Кримсона. При этом где-то там неподалеку тусят еще и главные герои, а самолетик на ранче кружит по округе. Именно используя этот самый самолетик, Доппио, а точнее уже Дьявола, и одерживает победу. Правда, сам он лишается почти всей своей крови, ну, точнее, железа в крови, из-за чего чуть не умирает, но ему удается найти рандомного мальчика, побырику, пока его ищет главный герой, выпить, наверное, его кровь, зашить рот, спрятать в кустах, переодеться в его одежду, спуститься к другим пацанам, которые там играют в футбик. Под этим прикрытием подойти к Абакио, который занимался тем, что пытался своим стендом выяснить личность босса и пиздануть того насмерть. К слову про Абакио. Абакио все это время был таким нуарным трагичным персонажем. Даже его флэшбеки отличаются нереально стильной мрачной палитрой. В них он служил в полиции моды, где уже демонстрировал тягу к топным пафосным позам, из-за чего и пошел по косой дорожке. Стал брать деньги себе на классный лук, градиентные линзы и лиловую помаду. В какой-то момент он закрывает глаза на преступление мелкого сутенера, пока тот на какой-то хуйне решает грабануть мазин. Абакио теряется, ибо тот угрожает настучать, что Абакио брал у него взятку, и из-за чего впоследствии ловит пулю его самоотверженный напарник. После этого Абакио выгоняет из полиции, а сам он спивается и становится нуарным героем, которому уже нечего терять в этой жизни. Пожалуй, сцена смерти Абакио это самый трогательный и мощный момент во всем аниме. В своей личной арке Абакио проделал самый большой путь из всех персонажей, не считая Бруно. Он смог подняться со дна и хотя бы отчасти, но искупил свои грехи, отдав жизнь за что-то хорошее и важное, напоследок отпечатав лицо босса в камне неподалеку при помощи своего стенда. Сделал это благодаря тому, что его стенд способен копировать внешность и передвижение людей в месте, где он находится. А босс когда-то здесь сфоткал свою телку, от которой и родилась Триш. Заручившись этой информацией, герои уже готовы начать действовать, как с ними связывается таинственный человек, который говорит, что знает о том, как одолеть... Ух, прекрасно на самом деле. Я недолюбил Чеснабакию до конца, но не признать факт того, что смерть действительно шикарно поставлена, это грешно. Смерть великолепная, как минимум, поставлена. И закат с его силуэтом просто великолепен. Смерть босса, ну это Пальнареф, короче, он им рассказывает про стрелы, что это вот оказывается инопланетные стрелы, типа инопланетяне, да? Сделали, сделали, короче, челики там из метеорита инопланетного, и вот их, и все они как-то, вот, и все они, короче, когда попадают в кого-то, заражают того болезнью, которая их либо убивает, либо переносит на следующий виток эволюции. Ну, короче, делает иксменами. Сам Пальнареф назначает пацанам стрел... Честно говоря, я не особо догонялся этим вирусом, потому что, как же тогда другие люди, которые до этого обретали вирус? Точнее, не вирусы, а обретали стенды, хотя они не сталкивались со стрелой. Но я скажу так, я думаю, что тут работает тем фактом, что стрела, по сути, не столько, знаете, заражает вирусом, этот сам вирус, он именно пробуждает стенд. Смотри, я как вспомню арку со Скай Хай, это изда какая-то. То есть, реально, факт того, что стрела, она, по сути, как сказать, она... Проводник. Проводник, да, она проводник, то есть стенд, по сути говоря, он не во всех людях есть. И, по сути, вирус либо тебя убивает, либо просто, по сути, проводит полноценное пробуждение. Потому что по факту там все, кто получали, как сказать, удар стрелы, там же описывалось, что каждый из них потом, по сути говоря, переживал ковид. Не, ну просто никакого того, что там описывалось, что после этого человек пару дней чувствовал температуру и слабость. То есть, он еще должен был, как сказать... Доказать, что он достойный иметь стенд. Отчасти, что Джолька говорила, что ей херово было, что Эрмес говорил, что после укола вот этим вот медальоном, где стрела была, она слегла в больницу с температурой адской. То есть, по факту, должен выжить, должен пережить этот удар. Так что, я не знаю, я считаю, что стрела это проводник. А то же говорит, что типа, вирус, вирус ты херня. Это можно объяснить, нормально объяснить. Стрелок. В Колизее. Что? Что он там сказал? Я опять прослушал твою медь. Там стрелок. Стрелок. В Колизее. И все герои отправляются туда. На подходе им еще приходится сразиться с двумя стрёмными типами. Чоколады и Сека. Парочки фриков, которые любят убивать людей, ну так, чисто по руфлу, еще снимать это на камеру. И этот бой я бы поставил на самое первое место. Во многое, потому что я уже не думал, что после мега охуительного боя Ризотто и Допио, аниме сможет меня чем-то впечатлить. Я был уверен, что два промежуточных злодея будут ощущаться блекло после всего этого. И конечно такое, что лишь растягивает время. Но Чоколад и Сека оказались настолько харизматичными, что полностью захватили мое внимание. Это столкновение было пропитано какой-то вот такой фриковатой жуткой ебанутостью. Дело в том, что Чоколад это самый настоящий маньякич. Притом маньякич максимально поехавший. Ну знаете, тот типаж, который дрочит на расчленку и все такое. Сека немногим ему уступает. Изначально он ведет себя как ручная собачка Чоколады, Чел со сломанной психикой, которого буквально дорессирует. А потом, когда Чоколада умирает, и вовсе слетает с катушек и становится маньяком еще похлеще. И такие персонажи с безбашенностью Джоджи смотрятся прям очень впечатляюще. Чоколада в огромном радиусе выпускает опасный грибок, который разъедает всех, кто перемещается вниз относительно того уровня, где они раньше находились. На самом деле, я не знаю, Чоколад, я вот скажу так. Я до сих пор в шоке, как Райки приписал Чоколаду в отношении его жестокости. Там даже описывают, что даже босс испытывает отвращение и страх к ним. Даже, сука, сам босс их боится. Ну, а Сека умеет разжижать землю и плавать в ней. Да и сам по себе весьма силен. С Чоколадой сражаются Джорно и Миста, а Сека берет на себя Бруно. К слову, на 50-й минуте обзора можно сказать, что за станки у Бруно. Он, короче, умеет создавать прикольные молнии, раскрывая которые можно как проходить сквозь объекты, так и разделять что-то на части. Ну, или наоборот, скреплять. Короче, кое-как Бруно удается справиться с Сека, а Джорно с Мистой убивают Чоколаду. После чего они все встречаются в Колизее, куда также и приходит дьявол о влечении Допио. Он там дает пизды Пальнарефу, который, как оказывается, сталкивался с ним уже до этого и тоже получал пизды, из-за чего, собственно, и стал инвалидиксом. Но перед своей смертью Пальнареф успевает использовать свой козырь. Отдает магическую стрелу своему стенду, заставив тот эволюционировать и обрести новую способность. А именно, рандомно перемещать сознание разных существ между их телами. Из-за чего сам Пальнареф оказывается в теле черепашки. Бруно в теле дьявола, Допио в теле Бруно, Миста меняется местами Стриж, а Джорно с Наранчей. Помимо этого, и весь Рим оказывается перемешан. Именно в таком виде и происходит финальное столкновение с дьяволом, что весьма-таки интересно. Мне всегда нравилась вот эта вот черта Араки, из-за которой он никогда не повторяет одни... ...вы дважды. То есть, если кто-то один раз сразился с тем же дьяволом, вы можете быть уверены, что битвы с дьяволом в том же виде, пусть даже и с другим персонажем, уже не будет. Так что данный бой становится не просто боем, а своего рода загадкой. Ведь сознание дьявола переместилось в одного из героев. Сначала кажется, что все ок, и раз Бруно в теле дьявола, то значит и дьявол в теле Бруно. Но это не так, ибо в теле Бруно оказывается лишь личность Допио. Это становится ясно, когда дьявола убивают Наранчо. Ну, это еще одна хорошая традиция Араки, когда в каждой части у нас есть одна очень драматичная, трогательная и красиво обставленная смерть героя, и одна просто такая, ну, по приколу, типа, глянь, че могу. Да и не... Я не сказал бы, что она прикольная. Да какая она нахер прикольная? Она, блядь, внезапная и для многих чертовски прям трагичная. Блядь, я кухом, братан. И раз мы заговорили о дьявола, то давайте наконец коснемся и его личности как персонажа. Я в курсе, что многим не нравится дьявола. Якобы он недостаточно интересный как злодей. В целом это справедливо, особенно если разграничивать дьявола и Допио как отдельных персонажей, что, как по мне, уже неправильно, даже банально, потому что по отдельности они появляются только в самом конце. Более того, я бы уточнил... Кстати, в манге Requiem Жоры был более пугающий. Ну да, там действительно какой-то, блин, более такой убитый взгляд. А здесь он какой-то просто упоротый, они его зачем-то глаза уменьшили. Ну и слава богу, потому что глаза реально были ублюдские какие-то. Так в этом и смысл! Не знаю, мне не знаю, мне не особо в манге нравится как выглядит Requiem. Он реально какой-то, блин, более пучеглазый и более какой-то жуткий. То дьявола не особо интересен, если расценивать его именно как личность. Ну то есть, как обычного чилика, у которого там есть характер, привычки, симпатии, всё такое, просто вот он, блядь, может стирать будущее. Однако в этой части, как по мне, Араки попытался позаигрывать с темами символизма. О чём свидетельствуют как минимум две последние серии, которые показывают нам флэшбэк о том, как Миста встретился со скульптором, чей стенд предсказывает чужие смерти. Это вот желание символизма в целом очень вписывается во всю эту стилистику пятой части с её заигрыванием с искусством Ренессанса. В конце концов, Араки определённо точно такое весьма интересно. Все эти скульптуры, поэтичные названия серии, типа «Спящие рабы», строчки из кармины Бураны в эндинге. А знаете, кто ещё использует строчку из кармины Бураны? В общем-то, и персонаж дьявола во многом основывается на этом вот всём символизме. То бишь, это человек, который всеми своими силами старается приручить судьбу. В данном случае, это выражается в его желании избежать любой ценой поражения. И мы видим, насколько болезненным является это желание в дьявола. Дьявол настолько безумен в своём желании победить судьбу, что буквально сходит с ума, создавая себе отдельную личность Допио. В результате чего дьявол в своём обычном состоянии старается вообще не появляться на людях, а когда появляется, то делает это в виде Допио. Ведёт себя как дурачок, терпит вечные унижения, порой даже побои, и выставляет себя кринжовым додиком. Он занимается приумножением власти... Реально, спокойная жизнь, как говорится, да, спокойная жизнь, но довольно жутким способом. ...и богатство, но при этом практически никак этой властью и богатством не пользуется в своих интересах. Он не ебёт кучу тёлок, как Дио, не убивает из удовольствия и не старается обустроить свою жизнь максимально комфортно и с шиком, как Кира. Вместо этого сидит и сучует где-то в тёмном углу под одеяло. Всех людей, которые могли быть ему хоть как-то близки, он желает устранить, ибо они могут подвергнуть его опасности. Типа, вам бы хотелось иметь миллиарды долларов и власть над целым преступным синдикатом, постоянно опасаться за свою жизнь и бороться за всё это, по сути, лишь чтобы жить ещё более унылой и стрёмной жизнью, чем сейчас. И хиковать где-то, блять, в тёмном углу. Всё это лишь подтверждается первоначальной демонстрацией нам... Жуткое, на самом деле, даже жалкое существование... ...истины личины дьявола, когда он сидит в этом своём обоссанном углу. Он не выглядит как пафосный мастер-майнд-злодей, который всё держит под контролем. Он выглядит как... Почему? Без него не было бы Триш, она клёвая. Дело не в этом, жалко существование фактов. Снегу, все пузыри зот, это... Да дело не в этом, просто факт есть факт, что... Он по факту к чём и заключается его жизнь? Раздача приказов, торговля наркотиками и постоянных прятках. Ну и подчищание своей истории, как говорится, чтобы никто не узнал, кто был его женой, его семьёй. То есть, просто вот... По сути говоря... И самое смешное, он никогда на людях не показывается. То, что он постоянно вместо себя выставляет допю. Такого дурачка наивного. Уваженного дурачка. Что это за существование такое, блядь? Постоянные прятки, по сути говоря, от самого себя. Интересно, а что было бы, если бы тогда в теле Бруно умер бы дьявол? Блядь, тогда бы всё куда разрешилось. Всё. Дьяволы мёртв. То есть, допио, хоть как говорится, и верен организации, но он всё ещё, по сути говоря, находится на коротком поводке от... Само понимаешь, кого? От дьявола. Если нет дьявола... Нет, допио? Нет, допио, может быть, останется, но... Допио не такой самостоятельный, не такой организованный, не такой, как говорится, жаждущий крови, как дьявола. Поэтому, по сути, что? Всё бы разрешилось. Куда легче без, так говорится, лишней возни. Так человек, который боится и прячется. Дьяволы – это образ человека, который пытается бороться с судьбой, чем-то таким, с чем априори невозможно бороться и от чего нельзя убежать. Поэтому он и выглядит как вечно прячущийся жалкий челик. В попытках бороться с этой самой судьбой, несмотря на всю свою силу, дьяволы загоняют себя в максимально жалкое положение. И даже его смерть символична, ибо дьявола не убивают, а заставляют вечно переживать то, чего он так боялся. И в противовес ему выступает Бруно, персонаж, который ещё половину серии назад как умер и смирился со своей смертью, который готов её принять, но который верит, что судьбой ему предстоит перед этим расправиться с дьяволом. И с этой точки зрения их противостояние становится по-настоящему красивым и поэтичным. Не то чтобы это жизненно важно для просмотра Жожи, но это вполне способно придать просмотру дополнительный интерес. Так вот, именно если рассматривать дьявола с позиции такого вот раба судьбы, который попытался эту самую судьбу приручить, он становится чуточку интереснее как образ. Как бы то ни было, Джорно отбирает стрелу, обретает совершенный стант, который может как-то там тоже по-особому эту судьбу ебать и побеждает дьявола. Бруно наконец умирает, Миста Стриш угорает над тем, что у Мисты воняют пальцы. А, я, кстати, ни слова не сказал о характере Триш, но она норм. Приятный персонаж, который ожидаемо слегка охуевает с того, что её батя хочет её убить, не являясь мафиозницей, испытывает некоторые колебания перед тем, чтобы пойти пиздиться и рисковать своей жизнью, но вполне удачно их преодолевает. В общем, хороший персонаж, понравился. Нормально. Пальнарев выживает, застряв в теле черепашки, а Джорно Джованно становится крёстным отцом мафии. И теперь задроты Италии точно могут быть уверены, что все бандитские стенды страны будут стоять на их страже кошмара малолетних хулианов. На этом и заканчивается пятая часть Джорджа Золотой Ветер. И, несмотря, как я уже сказал, на некоторую вторичность, мне понравилась эта часть. Было приятно вновь погрузиться в жижу. На очереди Стоун Оушен, так что до скорых встреч, друзья. Ну, а если вам понравилось... Ждём обзор до Стоун Оушена, пахальный. Скажу так... Ну, долго ждать придётся. Я скажу так, было бы, знаешь, логично, если... ...обзор, то можете поддержать его лайком, репостом, комментарием, или даже донатиком по ссылочке в описании. Пока-пока. Пока. Так вот, хочу сказать, логично, знаешь, если с выходом каждой пачки Велут потихонечку записывал материал для этого обзора. И в итоге последнюю пачку он записал в последний кусочек обзора. Но я не знаю, как он делает. Опять же, не хочу торопить, потому что обзоры у него получаются шикарными. И я буду рад, если он выйдет прям... Не важно, как долго будем ждать. Главное, чтобы он вышел действительно достойным. Если, конечно, Велут будет продолжать это. В общем, вот такой вот разбор из двух частей. Скажу так... Я не знаю, до сих пор считаю одной из своих самых любимых частей, пятую часть. Она до сих пор для меня является прекрасной, замечательной. Действительно, знаете, как бы сказать... Самый лучший в плане злодеев уж точно. В плане красоты, дизайнов стендов. Это реально, я считаю, во многом это одна из, знаете, таких важных ступенек в жизни Араки. Потому что... О, неплохо. Зашибись, Хаманбит вернулся. И я не знаю, я рад, что он пришел в эту ступеньку, что он продолжает нас радовать. Джорджа, Рох, ну прочим, прочим. В общем, спасибо большое за такой большой разбор. Это действительно очень классно проделанная работа. Мое искреннее почтение дорогому и очень-очень уважаемому Велуту Луны. Надеюсь, что у него все хорошо. Надеюсь, что все зашибись. Возможно, и увидим новые ролики. И пожожжили только. В общем... Ах, давайте уж, как говорится, Велут. Уже год делает обзор на Атаку Титанов. Никак не дождемся. А-а-а, Велут с ней занят. Хотя я не знаю, что с ним происходит. Надеюсь, с ним все хорошо. В общем, благодарствую. Спасибо за внимание. Спокойной ночи, дружки, пирожки. И поддерживаем автор глины. Субтитры создавал DimaTorzok